Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот раскрывающийся и закрывающийся веер. Чтобы у нас получился такой стиль в программе ProShowProducer, нам нужно сначала в программе Photoshop подготовить детали веера. Как это сделать, вы можете посмотреть в предыдущем уроке, который называется веер для Photoshop. Ссылку на этот урок вы можете найти на моем сайте под этим видео и сейчас вы видите ее на экране своего монитора. Итак, приступим к созданию такого стиля. Становимся на ленту со слайдами, щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем вставка «Добавить пустой слайд». Заходим в параметры слайда, нажимаем на плюсик «Добавить изображение или видео» и выбираем первую палочку, которую мы сделали в Photoshop. Добавляем. Теперь нам нужно добавить еще слой с гвоздиком, чтобы у нас появился центр вращения. Снова нажимаем на плюсик «Добавить изображение или видео». Ищем наш гвоздик, вот он, и открываем. Вот у нас гвоздик появился. Его мы трогать пока не будем, а поработаем с первым слоем. Итак, нам нужно в первую очередь перенести центр вращения вот в эту точку. Для этого мы переходим вот сюда, вот, к центру вращения. То есть нам нужно сместить ее по оси «Y». Ну и опытным путем, скорее всего, будем сейчас определять. Давайте я поставлю здесь 35. Много. Вот наш файл получился. Наверное, 33. Да, как раз это та точка, которая нам нужна. Теперь мы первый ключевой кадр скопируем во второй ключевой кадр, чтобы у нас эти настройки были во всех ключевых кадрах. Теперь добавляем еще два ключевых кадра. Выставляем их. Второй поставим на 4 секунды, третий поставим на 6 секунд. Всего у нас 10 секунд. Переходим в первый ключевой кадр. И поворачиваем наш веер вот так вот. Ставим здесь вращение 90 градусов. Переходим во второй ключевой кадр. Во втором ключевом кадре у нас наша первая палочка веера будет в противоположной стороне. Поэтому мы передаем ей вращение вот сюда. И ставим здесь минус 90 градусов. Веер наш должен какое-то время быть открытым. Поэтому мы второй ключевой кадр копируем в третий ключевой кадр. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем здесь копировать следующий ключевой кадр. Вот видите у нас движение осталось тоже. Теперь перейдем в четвертый ключевой кадр. И поставим здесь вращение тоже 90 градусов. Таким образом первая палочка нашего веера сделала вот такое движение. Давайте посмотрим. Вот она открывается. Постояла немножко. И закрывается. Теперь нам нужно сделать почти те же движения со всеми остальными палочками. Но чтобы сделать это быстрее и легче давайте мы сначала продублируем этот слой. нажимаем правую кнопку мыши выбираем дублировать слой переходим в коррекцию нажимаем на папку и выбираем вторую палочку. переходим в эффекты если мы оставим то есть видите у нас полностью продублировался наш слой вот если мы сейчас проиграем мы видим что у нас две наши палочки идут идут совершенно одинаково чтобы они немножечко отличались мы должны перейти во второй ключевой кадр и немножечко повернуть вторую палочку вот так и скопировать этот ключевой кадр следующий нажимаем правую кнопку мыши копировать следующий ключевой кадр и давайте теперь просмотрим что у нас получилось вот у нас идут две палочки одна разворачивается чуть больше вторая чуть меньше вот то что нам нужно со следующими палочками нам нужно сделать все то же самое мы стоим на верхнем слое нажимаем правую кнопку мыши дублировать слой переходим в коррекцию выбираем папку выбираем третью палочку снова переходим в эффекты становимся на второй ключевой кадр и немножечко двигаем нашу третью палочку вот так нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий ключевой кадр смотрим вот у нас уже три палочки двигаются и раскрылись я думаю принцип этого движения вам понятен точно так же мы делаем все остальные слои чтобы не занимать больше ваше время я сейчас быстренько их сделаю а потом мы вернемся к нашему стилю и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, вот наш веер готов. Давайте теперь просмотрим, что у нас получилось. Вот у нас плавный веер открывается полностью, немножко постоял и закрывается. Вот наш стиль теперь готов. Вы можете поместить на эту дверь свою любую фотографию или какой-то рисунок, который вам понравился. Можете подставить фон, можете использовать его как переход. Это уже кому что больше нравится. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!